Дом держит температуру очень-очень долго. То есть падение температуры происходит за ночь 1-2 градуса всего лишь. Это в недостроенном доме. Это было удивительно. Ну, честно, скажем, тебе не надоело вот это все, а? Еще в 18-м году. Можешь домой? В Москву, в метро. К 16-ти годам ты просто обязан построить собственный дом. Ага. Всем привет! Сегодняшнее видео со смыслом возвращается на усадьбу Кедросад к Александру. Сегодняшняя задача посмотреть, что изменилось за полтора года в доме. И узнать огромное количество лайфхаков, как строить в условиях агрессивных цен. Ты счастлив? Счастлив. Сейчас, да. Ты доволен? Вот смотри, мы с тобой полтора года не виделись. Ты доволен изменениями? Мы сейчас их покажем. Или все-таки это такая в охоточку, в свадьбинку, для удовольствия, неторопливая история? Я доволен любыми изменениями. Просто они могли бы быть гораздо больше, но то, что они у меня не очень большие, я тоже все равно доволен. Да-да, это тот самый Саня Руднев, которого мы снимали полтора года назад на старте его нового проекта «Круглые усадьбы с глиночурки и с лесопрокальной крышей», на которой, как он обещал, будут расти помидоры. Сани на видео зашло и собрало неплохие просмотры. Мы вернулись, чтобы посмотреть, что смог сделать один человек с двумя руками и ногами. И сделаем целый цикл невероятных выпусков от Сани. От лайфхаков до процесса построения новой жизни на Земле. Вот наш топчик тем. Например, какое экологичное дешевое строительство бывает? Да, раз. Что еще? Как я рублю дрова? Вау. Как у нас живет наша корова? Наша корова молодая в зимнем выпасе в свободном. Безумно нравится тема «Как не надо строить?» То есть ошибки в строительстве. Попробуем, да, раскрыть тему «Как не надо строить?» Это наш конек. Попробуем поговорить про печку. Потому что это очень интересная печь. И что такое термонакопители? Что такое термонакопители и т.д. и т.п. И еще шикарная тема «Нахрен я сделал лесопрокальную крышу?» Есть такая тема? Ну, это все из-за того, как не надо строить. Еще мы поговорим про общину. Да. Про квас. Про квас. Про орехи. Про орехи. Про семена. Про массовые посадки леса-сада. Про заготовки для поделок. Тоже интересная тема. Про планы на будущее. Про планы на будущее. Понимаете, к какому человеку мы приехали? Итак, на нашем канале и на канале Саши смотрите море уникального контента. По многочисленным просьбам мы снова в кидроссаде. Мы приехали под вечер, заночевали на печи и теперь болтаем за чаем о планах. Скажи, как тебе ночевка на печи? Хорошо. Ну, какие ощущения? Очень было. Прогревалось все тело. Вот эта поясница в тепле. Прям ух. Я думала, что я замерзла, а на самом деле было жарко. Ты вчера обронил фразу, что мужчинам с простаткой прям сюда изумительно, да? Я вот сейчас вот грею. Вот я убрал и грею. Она сейчас тепленькая, такая комфортная, тепленькая. Очень хорошо. Напомню, так выглядел дом полтора года назад. Саня строит его один, между приездом учеников-туристов на ремесленную школу кидросад. Когда вы уедете, тут начнется большой ремонт, и уже будет не до туристов. Задача к Новому году уже сюда въехать, все семьи, и поэтому надо делать. Вы планируете сюда полностью переехать? Чем скорее всего лучше. Поскольку я вырос в городе, где летом ужас в квартире, да? То вот сохранить прохладу летом – это прямо цвета. По этой причине и веранду только на северной стране, чтобы было где летом, в жару укрыться. Скажи, пожалуйста, дышит ли глиночурка, и как насчет тепла глиночурки? Она очень круто дышит, потому что мы вообще тут такое, чтобы там открыть окно для проветривания, в принципе даже не думаешь. То есть в любом другом доме постоянно открываешь квартиры, так это вообще постоянно. Конечно, отопление. Особенность в том, что этот дом, в нем очень много глины, и печка получалась огромная, и она еще будет еще выше. И получается, чтобы протопить дом до комфортной температуры, требуется несколько дней. Несколько дней постоянной топки. Но это окупается тем, что потом ты когда-то перестаешь топить. Термос? Да, не термос. То, что дом держит температуру очень-очень долго. То есть падение температуры происходит за ночь 1-2 градуса всего лишь. Это в недостроенном доме. Удивительно. Это было удивительно. Потому что вот все вот это напитывает теплом и очень медленно отдает. Мягким и чистым теплом. То есть в обычных домах разница между вечерней температурой и утренней температурой может достигать 5-10 градусов вообще легко. То есть ты засыпал 25, проснулся, у тебя холодно 15 или еще меньше. Вот это сама печь. А вот это теплонакопитель. Так вот, я там вывел вторую отверстию для того, чтобы сделать второй теплонакопитель уже на втором этаже. И пустить его вдоль стены. Потому что вот там будет у нас здоровенная гардеробная. То есть в центре будет как бы комната для рукоделия. Наверху. Да, земля. А по периметру, вот оттуда до туда, там уже будет гардеробная большая. Взялся там месяц поработал плотно. Плотно со скальки во сколько начинаешь? Ну, часов по 9. Ну, обычный рабочий день. И заканчиваешь? Обычный рабочий день. От сезона зависит. Сейчас, например, много работать невозможно. Потому что и сил зимой нет, и как бы солнца, света нет. И вообще зимой любая работа, любая работа зимой, она в 3-4 раза сложнее, чем лето. Здесь сейчас временно мы в мастерской, мы тут ведем курс по столярному делу. Чему учите? Столярному делу. Делаем стульчик или там шкаф. Ну, вот что-то. Вот, например, стул учеников. Вот стул учеников. Очень классный. Вот этот стул учеников. Женя, тебе надо. Да, я так понимаю, вот этот стул учеников. Ждет пока кто-нибудь его шлифанет. У нас есть три вида людей, которые приезжают. Первый вид – это добровольцы. Они приезжают, чтобы потрудиться, и они ничего не платят. Они просто живут, работают, кайфуют. И, получается, они как бы окупают свое присутствие своим трудом. Им интересно, потому что много чего нового интересного. Там и общение, и природа, и движуха. А у нас остаются труды. Результаты труда. Результаты труда, да. Вторая категория людей – это которые приезжают на курс. Люди платят деньги и участвуют в четырехдневном курсе. С собой они увозят стул и какие-то приметы интерьера. Ложки, чашу, еще что-то. Ну, что-то такое, полочку какую-нибудь. Люди просто получают опыт, платят деньги. Живут они либо в общежитии маленьком, в хостеле в Соломином. Либо могут в палатке, если интересно, либо в коттедже поселиться за деньги. И третий вид народа – это туристы. Это просто кто хочет отдохнуть прямо от города. Они просто приезжают в коттеджик и кайфуют. Просто платят денежку и все. Поэтому мы их не трогаем. И наоборот, подгоняем какие-то ништяки. Бывает, там, в движуху приглашаю. Ну, там, проводим хороводы какие-нибудь. Говорим, давайте. Последний год – это больше даже… Вот я заметил, что много людей стали возвращаться. Много людей в домик въезжает по 4-5 раз уже. Есть такие, да. Люди, которые добровольцами приезжали, они снова приезжают. То есть много повторов стало. И вот это оно особенно ценно. Поехали люди на землю, вот по твоим наблюдениям, или что не поехали? И в связи с короной? Мы виделись до короны с тобой. Да, в связи с короной люди как бы вроде как… Были на горячем старте, уже побежали почти. Потом вроде все ослабли, такие, а, ну, еще можно посетить. И все вернулись в город. Потому что комфорт, потому что психология не готова. То есть стимул – это стимул, стимул должен быть либо больше, либо тогда уж мотивация. Все-таки надо ехать или каждому свое? Ну, вот, нельзя однозначно сказать, что стоит ехать, да? Каждому свое. Нам тут и так неплохо. Так что городские пусть сидят, если хотят, там. Когда ты по полгода живешь один, у меня был. И не видишь их по полгода. Это, конечно, серьезно. Это не несколько лет у меня такое было. И это прямо вот не подарок. Марина, она вот всю эту штукатурку первичную, она сделала. Офигеть! То есть она вот без второго этажа. И внешне тоже половина, если не больше, она сделала. Чем это все будет? Вместое дело, она мазала. Чем будет закатываться? Закатываться будет еще одним очередным слоем глиняной штукатурки. И потом все это превратится в стиль сканди. То есть это белый, светлый, светлый потолок, темненькие балки, такие ржеватенькие. Ну, честно, скажем, тебе не надоел вот это все, а? Еще в 18-м году. Может домой? В Москву, в метро? В Ихино? Так у меня дом уже тут давно, поэтому там делать нечего. Давай за русскую душу, китайским чайком, да? Ты не рубишь деревья. Это уже отлично. Более того, я только сейчас понял, что дрова теперь, я, наверное, буду предпочитать, никакие не березовые. Березовые дрова – это очень здорово, офигенно. Но сколько дерева мы загубим. Надо сухостойные, если есть возможность купить сухостойные дрова. Сухостойные дрова – это ель сосна. Надо использовать их в стройке, надо использовать сухостой. Потопить ель – это же… Хуже. Да. Ну и что? Зато ты дерево не рубишь. Зачем? Рубить, когда можно… Зато оно гармонично-то как? Вон, березы кинул, теплынь, трещат. Знаешь, елка тоже теплынь. Ну, лишняя полежка. Да, расход больше. Да, чистить трубу. Да, чистить трубу. Но, опять-таки, чистка трубы, я ни разу в жизни не чистил трубу. Вот мы тут живем, в других местах, да? Это настолько редко. Это не раз в год, это раз в 5 лет, раз в 10 лет, раз в 15 лет. Ну, почисть трубу там раз в 15 лет, и все. И, опять-таки, ты строишь изначально печку так, чтобы тебе удобно было чистить все. Не надо делать так, чтобы потом тебе перебрать придется все. Не, не, не. Вот видишь вот эти все дырки, на которые ругается моя жена, да? Это все ты раз и почистил, и нет проблем. И то, поскольку дымоход здесь мощный, да, то, ну, это, скорее всего, будет очень редко. Ребят, мы обсуждаем, что делать в современных условиях с этими безумными ценами, со строительством частного своего жилья. Значит, мы поговорили из топ дешевых видов домов или жилищ. Это еранга, обратите внимание, стоит, да? Нет, 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 все не так, нет, все не так. Это гостевые дома. Это просто варианты экзотических домов мы обсудили. То есть, это туризм. Да, это туризм. Это коммерция, туризм, это движуха. Это вау-эффект. Это не про, да, это вау-эффект, но это не про то, чтобы жить. Жить самое дешевое, это то, что вот конкретно в твоем месте, регионе, в деревне доступно. Отталкиваться от материалов, которые ты можешь добыть. Вот что у тебя тут есть, да. Вот только так. Если будет солома, значит солома. Если будет глина, значит глина. Ну, шкуры, значит шкуры. Вот буквально вот так. Но если мы говорим об экологическом туризме, да, об этно-туризме, когда людям нужно вау, еранга, юрта, соломиный дом, самам. А самам и соломиный дом одно и то же? Домов с применением соломы есть как минимум лёгкий саман. Саман, да. Саман лёгкий. Это когда во опалубке солома как бы заливается болтушкой глиняной. Это лёгкий саман. Есть соломенные тюки, есть готовые соломенные панели, продаются. Не блоки, а панели целые, да. И есть ещё, наверное, тяжёлые саманы, когда просто глина замешивается. Это всё с применением соломы. Нет универсальных рецептов. Вы смотрите локацию, ресурсы, то есть материалы под ногами у лесника, на пиварами, неважно где, и от этого пляшете в дешёвом строительстве. У тебя была глина правильная или всё-таки пофигу какая глина? Глина любая. У тебя много леса здесь, ты пошёл? Не очень, да? Понятно. Безграничный ресурс здесь глина. Вот по идее тут можно просто делать из глины всё. Но глина, она всё-таки более южный такой вариант, потому что теплоотдача идёт. Поэтому глиночурка – это всё-таки дерево, а глина – всего лишь скрепляющий элемент. И штукатурка ещё глиночурка, да. Но с точки зрения ресурса здесь у меня глина, глина, глина. А с точки зрения… Но климат как бы не позволяет делать только зиму. Ну, можно, можно, почему. Но я не знаю, что будет. Где ты взял вот всё это добро? Вот где ты стройматериал берёшь? Стройматериалы. Сейчас я перехожу на новый вид добычи стройматериалов. Здесь очень, то что хорошо, здесь растёт буквально в шаговой доступности, вот в 15 метрах, на участке, который мой и из-за которой мне ничего не будет. Здесь очень хорошо кустами растёт берёза и ольха. Прям кустами. То есть на одном квадратнометре может там деревья в 5, 6, 7, 8. И они растут так густо, что если ты уберёшь большую часть из них и оставишь одно дерево. Живое дерево? Да. Живое ты его сушишь, соответственно. Да. Ты можешь, грубо говоря, 10 соток земли. У тебя есть там 19 соток, предположим. Ты сотку выделяешь и говоришь, вот тут у меня будет берёза. На каждой метре здесь будет по 7 стволов. Посчитай, сколько на 10 соток ты вырастешь стволов. Берёза растёт за несколько, ну за 5-7 лет. Оно вырастет до вот такого диаметра и высотой оно будет метр в 7. Лежит жертв сосновое в сосновом лесу. Никому не нужны. Можно ли брать? Где ограничения сухостоя и дерева? Это вопрос не ко мне. К лесникам. Понятно. Это вопрос к лесникам. Они там рулят и они придумывают свои правила. Каждая администрация придумывает свои правила. Каждый регион придумывает свои правила. Так вот, задача моя, это сейчас перейти с коммерческого леса, который я покупаю за дорогую цену, и перейти на вот эту вот бревенчатую такую тему. Сделать из-за жердиную такую. Жердину, да. Потому что как минимум весь каркас можно делать из этого. А это огромное количество материала. И останется только делать плоские части. Но плоские части тоже можно делать по сути из жердин. В принципе. Тоже можно. Зачем такой огромный навес? А какая была идея? Тебе нужна была тень? Это же терраса. Да, терраса. Летняя терраса, да. Здесь будут полы? Со временем, наверное, здесь будут полы. Я бы оставил землю, но жена говорит, полы. Полы, конечно. Она на самом деле может быть меньше. Но реально жизнь говорит о том, что нужны хозяйственные помещения. И вот это все, это огромное хозяйственное помещение, которое, в принципе, правильно. Оно будет закрываться? Нет, закрываться оно не будет. Ну, если что-то где-то местами, вот как-то. Но, в принципе, там, тут должна быть дрова, летняя кухня. Например, в летний период по полгода, по сути, в доме жить вообще смысла нет. Когда я живу в лагере, у меня там кухня на улице. И все, я проснулся, вышел. Причем часто я, вот в этом году я два месяца спал в палатке на верандочке под открытым небом. Два месяца, это было замечательно. Осмотрев будущие усадьбы с глиночурки, идем в дом, где живет Сашина семья. Сколько лет дома? Ну, там, сотню точно. Вы сейчас живете рядом с этим домом, это чужой дом, да? Да. В гостевом доме. Пойдем, посмотрим. Снимать можно? Да. То есть, это дом не жилой? Нет, но, под желание, он может быть жилым. Это гостевой дом одного из общины человека, да? Это гостевой дом общины. Общины? Да. Вы здесь временно живете, потому что у вас есть такая потребность? Потому что наш дом еще не достроят. Достроят, уедете. И здесь будет полноценно жить только гости. То есть, если ситуация не изменится, да? Это туристический проект. Да, это туристический проект. Мне понравилось то, что ты сказала, что дети должны начинать самостоятельную жизнь в 16 лет. Мальчики, если надо, чтобы мальчик был мужчиной, чем раньше он уйдет из дома в свой собственный дом, тем лучше. Насколько? Как только он созрели, как только он созрели, но не позднее, там, в 16-17 лет. Собственный дом. Собственный дом. Собственный дом, построенный тобой? Собственный дом, построенный его руками. Его руками при твоей помощи? Ну, вами, допустим. При моей консультации и какой-то посильной помощи. Мужчина должен построить собственный дом. В 14-13 лет это вполне реально. В 41, в 40. Ну, то хотя бы в 40. Справа, с опозданием. Вот я вот в 40 строю, да. Сколько тебе лет? 41. Вань, ты знаешь, что к 16 годам ты просто обязан построить собственный дом? Ага. Ты хорошо к этому относишься? Ты готов построить дом сам? Да, готов. Покажи ручки. Хорошимость. Вот они, трудовые ручки. Золотые, будущие золотые руки. Ручкина. Ручкину. Руки Ручкина. Ты счастлив? Ага. Я бы даже сказал, с 2-х лет примерно ребенок уже начинает строить. Например, сейчас дети 2-х лет летние. А так на севере так и делают вот эти вот чукчи, где кочевые народы. Там дети с 2-х лет, с 3-х лет бревна таскают. Ну, в Индии тоже много чего. Да. А поскольку стройка это, в принципе, примитивная вещь довольно-таки, где важен именно опыт, 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 еще раз опыт, то ребенок, начиная с лопатки, с снега, с песочка, просто плавно, плавно, в игровой форме для себя строит все более и более сложные дома. И в 15-16 лет уже, пожалуйста, мужчина молодой уже может жить в своем доме и должен жить в своем доме. Ты когда сюда приехал, у тебя не было опыта строить? Да, ничего не было. Вообще нулевой? Вообще нулевой. Менеджер? Менеджер. Менеджер. Да, ничего не умею. Это было огромное шансовое. Было страшно. Я много лет здесь ничего не делал, потому что я просто не знал, что и как делать. Я был в других местах, там тренировался, учился, работал где-то. Это нужный путь? Вот перед тем, как строить, имеет смысл приехать в такое место, как в твое? Или это все самообман, нужно пробовать? Можно и так и сяк. Можно приехать куда-то научиться, но если у тебя есть задор и стремление, ты можешь просто поставить первый сарай, второй сарай, десятый сарай и так перейти на дом. Вопрос не в том, что и как делать, вопрос, когда это начинать делать. И вот если ты начинаешь это делать, когда ты еще маленький, ты обречен на успех. А если ты начинаешь это делать в 30 лет, ты обречен на головники. А в 40? Ну, тем более, да. Чем дольше, тем больше тебе лет, тем тяжелее тебе что-то делать, узнавать. Тут ты должен поступить по-умному и реализовать то, что у тебя уже есть, быстро конвертировать в то, что ты упустил. Грубо говоря, ей смысл не учиться дом с нуля делать, как ребенок с песочком, да? А просто взять и купить его. Попросить ребят, чтобы тебя построили. Потому что ты в любом случае столкнешься с тем, что ты научишься, ну, я имею в виду... Но со временем. Со временем. Со временем, да. Когда ты построил первый свой объект, дом, сарай, неважный, ты испытал, наверное, ни с чем несравнимое удовольствие, что у тебя у менеджера безрукого из Москвы получилось. Каждый стул, каждая вырезанная ложечка, это всегда теперь, да, я могу. Усиление такое, да? Это усиление. До сих пор? До сих пор. До сих пор. Скажи, пожалуйста, о тех ребят, у которых стоит поучиться экологичному дешевому строительству, еще раз. Евгений Раевский, канал Природное строительство. Тематика? Глиночурка. Работа с глиной, да. А что еще? Сергей Медников. Вконтакте. Он тот человек, который я впервые увидел Глиночурку, был у него три раза, учился у него. Мы с ним делали семинар по печам. Он приезжал к мыть, с ним делали печку. Ну и все пермакультуристы. А это разве связано с строительством? Да. Строительство и вообще ландшафт, и хозяйство, это все как бы единая тема. Твои прогнозы на будущее, то есть в плане государства? Все прекрасно. Никаких противоборств с системой, то есть мы не обсуждаем систему, бог с ней, мы созидаем здесь и сейчас. Система необходимая, она делает свое дело по повышению осознанности нас. Так что все прекрасно, все на своих местах, все отлично. Дальше будет только лучше. Люди будут идти на землю? Будут. Люди идут и будут идти на землю. И все больше и больше все-таки? Все больше и больше. То есть ковид, это была такая вспышечка, скорее, страха, да? Подсказка. Подсказка. Что хватит сидеть и тухнуть. Пора уже идти. Хочешь интернет, пожалуйста. Хочешь ретричь, то пожалуйста. Все удобства. Все есть людей. Для того, чтобы перейти на землю. Именно сейчас. Раньше таких возможностей не было. Даже 20 лет назад не было таких возможностей, потому что и не было еще интернета. Для доступного деревни. Не было информации. Сейчас в любой деревне сиди под любым кустом. У тебя есть информация. Все. Поэтому тот, кто сейчас не перейдет, ну это совсем все. Вот такие люди, скорее всего, будут вымирать. Ребят, я тоже пришел к этому. Но если уж не ехать, ехать-то на землю, то сейчас, ребятки. Ну все условия, правда? В следующем выпуске мы покажем все дома, которые смог построить Саня. Практически в одиночку. Начав с минимального бюджета в несколько сотен тысяч рублей. А еще расскажем о конструкции печи. Столярной мастерской. Многочисленных лайфхаках экономного строительства. Высадки деревьев. А баня. И еще о многих темах, которыми делится этот удивительный человек. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Так мы понимаем, что время приезда на землю пришло. Субтитры сделал DimaTorzok